В рубрике «Правовые новости» о нововведениях в законодательстве и социальных выплатах с 1 июля. Социальные пособия с 1 июля 2021 года будут зачисляться только на карту МИР. До 1 июля 2021 года гражданам, получателям мер социальной поддержки, необходимо открыть в банке счет с привязкой к нему карты МИР, либо к уже существующему банковскому счету привязать карту МИР. При этом важно учитывать, что сами банки никаких сведений ФСС не передают. Получив карту МИР, ее держатель должен сам передать новые реквизиты. Обращаем внимание, что можно отказаться от зачисления выплат на банковские карточки и перейти на доставку через Почту России или получать пособие через банк не на карту, а на вклад. Установлен льготный проезд для семей с детьми, путешествующих поездами дальнего следования по России. Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле, как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Ограничений по маршрутам нет. Билет можно будет купить в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры. В начале следующего месяца заканчивается отсрочка по онлайн-кассам для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников. За нарушение грозит штраф. С указанной даты применять онлайн-кассы обязаны все индивидуальные предприниматели за исключением. Например, индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в отношении определенных видов деятельности. Самозанятых, индивидуальных предпринимателей, производящих исключительно безналичные расчеты, а также ИП, осуществляющих расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях. Екатерина Шиверова, Алина Сусметова, Николай Скворцов, Республика.